Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про редкую птицу в наших краях. Сегодня Sigma презентовала свою новую камеру FP-L. Это обновление камеры FP с тем же байонетом L-Mount. Сенсор на 61 Мп, но не фирменный датчик Favion, который Sigma выкупила и ставила эксклюзивно на свои камеры, а обычная матрица с фильтром Bayer. Электронный затвор и гибридная система автофокусировки, фазовая и контрастная. Пятикратный кроп, который вы можете регулировать прямо на тачскрине. Зарядка через USB Type-C, причем во время работы. Вы можете заряжаться от пауэрбанка или от сети и, в общем-то, теоретически писать бесконечно. Столько, сколько у вас хватит носителей. И более того, через этот же USB вы можете использовать эту камеру как вебку. Это будет очень-очень дорогая вебка. И в презентации, я не знаю почему, но об этом упомянули. Видимо, для кого-то это хорошая веб-камера. Ну, как вариант. Видео Ultra HD 4K вы можете записывать на SD, SDHC, SDXC с частотой 30 кадров в секунду. При разрешении Full HD камера может наваливать 120 кадров в секунду. Это вот как раз неплохо. Это то, что я люблю. На внешний SSD-шник можно выводить CinemaDNG RAW, ProRes RAW и Blackmagic RAW. Через HDMI новая элька отдаст 4228-бит и 12-битный RAW на рекордеры Atmos Ninja V и Blackmagic Assist, который поддерживает 12G. Диапазон ISO от 100 до 25600, при двойном нативном ISO 100 и 1250. В презентации также представлен электронный видоискатель EVF11, который крепится к боковой стороне камеры, но при этом занимает HDMI, но оставляет вам USB-шку и разъем для наушников. Вшиты два новых цветовых профиля, что как по мне достаточно бестолковая фишка, потому что я такие вещи не использую. Может для кого-то оно полезно. А вот то, что для меня полезно, это экспорт и импорт настроек камеры через QR-код. Это вот по мне более нужная функция, потому что я такими вещами часто пользуюсь. Я сохраняю настройки для какого-то конкретного помещения или для группы, в которой я работаю со своей камерой B-камерой, чтобы они срастались с камерой, которая уже работает на площадке. В общем, это для меня полезная функция. По моему мнению, эта камерка конкурент Blackmagic 6K, потому что она в общем и нюансами некоторыми похожа, и в том же ценовом диапазоне, мне кажется, что это прямые конкуренты. По тестам, которые уже появились в сети, я посмотрел, что Rolling Shutter у нее достаточно злой, потому что сенсор большой, обрабатывать не успевает. Но кроме этого, таких каких-то больших боков больше я пока что не увидел. Но честно говоря, Sigma это очень редкая птица в наших краях. Я знаю, что она встречается крайне редко на площадке. Хотя и цена у нее достаточно демократичная, и в общем-то возможности у нее достаточно неплохие. Тем не менее, почему-то они не прижились. Может быть, они пока не зашли еще на рынок, и Blackmagic, может быть, им как раз мешает. Но со временем, возможно, они все-таки обновляют свой парк техники, и возможно они будут немножко больше места занимать. Камера должна появиться в продаже уже в апреле по цене 2,5 штуки долларов. И с электронным видоискателем 3 штуки баксов, причем отдельно видоискатель будет стоить 700 долларов. И, кстати, видоискатель этот должен быть совместим с прошлой версией, с первой FP. Вот такая вот новостюха. В общем, то, что камеры выходят, это очень хорошо. То, что камеры выходят не очень дорогие, это еще лучше. Потому что это заставляет топовых селлеров немножко или делать свои камеры дешевле, или делать их лучше. Поэтому есть немножко надежда, то, что Sony и Canon будут ценой немножечко приближаться к народу. Хотя для европейского уровня, наверное, 2,5 тысячи долларов за камеру это не так много, но для нас это и не мало, ребята. Так что вот такая вот штука. Но за Sigma, тем не менее, я рад, что они в это тяжелое время делают камеры. И, в общем, я их с этим и поздравляю. А вам спасибо, что были сегодня со мной. С вами был Сергей Блинов, VideoZoneXL. Оставайтесь на канале, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить какие-нибудь интересные и полезные видосы. Или вот такую вот новостюшку. До воскресения, ребят. Пока!